Вековой юбилей в эти дни отмечает Петербургский государственный институт кино и телевидения. В 1918 году ВУЗ готовил фотографов, а со временем добавили специальности, необходимые в производстве кино и телепередач. Режиссеры, операторы, сценаристы, известные выпускники разных лет, приехали на праздник ПКЗ Октябрьский. Их встречали как звезд с оркестром и красной дорожкой. Поздравительные телеграммы направили президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Поздравляя ВУЗ, чиновники, депутаты и общественники отмечали, что сегодня КИД, как ласково называют институт студенты и преподаватели, находится в плотном контакте с мировыми школами кинематографии, осваивает новую технику и не боится экспериментировать. Самое главное, я считаю, наше достижение, что наши ребята, выходя из стен института, востребованы. Это самое главное. А все остальное, раз они востребованы, значит, у них необходимый уровень квалификации, необходимые знания есть. Вот это самое главное. В этом году ВУЗ-юбиляр получил национальную кинопремию НИКО. Это первый в истории случай, когда высокую награду вручают учебному заведению. Еще одно важное событие. Осенью выходит в прокат первый полнометражный художественный фильм института «Один день лета». В кинотеатрах его можно будет увидеть уже в середине октября. Продолжение следует...